Немного некоторая вещь воспринимается не совсем правильно в стране. Потому что они предложат сумму, от которой никто из нас не сможет отказаться. Наверное, у меня боёв 40-50 есть с россиянами. Сейчас на турнире RCC, получается, вас и Александра Волкова разделяют два стула, а в рейтинге UFC вы тоже находитесь достаточно близко друг к другу. Вас отделяют две позиции. Один два стула отделяют точно так, как и позиции UFC. Вам уже предлагали раньше бой с Александром. Сейчас поступало ли такое предложение? Сейчас не поступало. Но два предложения от UFC было, спрашивали. У меня мой менеджер спрашивал, говорил, что UFC спрашивает его, не хочешь ли ты подраться с Александром Волковым. Я сказал, зачем? Если вы скажете, что это будет бой претендентский, например, тогда мы подеремся. В противном случае не вижу смысла. Есть еще куча ребят. Там передо мной еще, кроме Волкова, еще шесть или семь человек есть. Зачем мне Волков? Дайте другого. Между нами здесь... Поединок между нами несет мало смысла. Кроме того, что мы оба бойца свободны. Ну, как минимум, первый момент, что мы с ним товарищи, скажем так, да, и в хороших отношениях. Второй момент, что максимум, что случится после поединка, мы поменяемся с ним местами, но для UFC, по сути, будет без разницы. Если они, скажем так, пропагандируют интернациональность и ищут разных бойцов из разных стран, им без разницы, кто из нас там поднимется на строчку выше, на строчку ниже. Поэтому, думаю, что для всего мира, для России, в частности, и для американцев, было бы интересно посмотреть на предстояние русских бойцов с иностранцами, с американцами, с теми, кто представляют другие страны. Ну и нам, в том числе, было бы это более интересно. Поэтому наш поединок мог бы состояться, только если кто-то из нас бы имел пояс. И то, я думаю, что мы бы сейчас с Алексеем в такой ситуации обсудили бы с друг другом эту возможность поединка лично. Весной пройдет UFC в России следующий. И так получилось, что за всю 25-летнюю историю в UFC не дрались между собой никогда россияне. И, в принципе, ну, как думаете, не может быть это интересно в первый раз в истории. И каким-то образом это исторические моменты запомнятся. Ну, и не стоит. Я делал в своей жизни массу исторических моментов. Вот. Ну, не знаю, опять же, насколько это положительно воспримут как бы даже наши фанаты. Знаете, даже если не брать во внимание мое личное там отношение, вот, я, ну, не вижу большого желания, большого энтузиазма для этого. Но, если работа этого требует, как я говорил, то, наверное, придется. Работа может потребовать в том смысле, в котором я сказал, в том контексте. Если будет реально очень большая ступень, значимая и так далее. А просто так, ребята, вы россияне поделитесь между собой, я не вижу в этом смысла. Наверное, нас еще не так много. Мы, наверное, себя еще не так зарекомендовали в UFC. Не в том плане, что каждый из нас себя считает слабее, чем, там, американец или бразилец. А в том плане, что есть какое-то наше общее сознание российских бойцов, что мы как будто бы держимся вместе, да, как одна команда, хотя зачастую часто являемся представителями разных команд. И не ощущаем конкуренции друг с другом, наверное, внутри по промоушену UFC. Наверное, американцы находятся в Америке. То же самое, как, например, наши бойцы выступают на турнире RCC или выступают на турнире, там, М1. Они дерутся друг с другом, потому что они конкурируют за, там, пояс нашей организации. Для них это логично. То же самое, американцы, они конкурируют за пояс UFC, выступают друг от друга. В Америке, как бы, для них это логично. Они, в принципе, находятся у себя на родине, и конкуренция выдерживается их внутри, как бы, страны. Нам нужно занять, я считаю, что сначала топовые позиции. Нужно кого-то вывести чемпиона, возрастить больше медийных интересных бойцов. И, наверное, не в нашем менталитете сейчас, хотя это уже моветон, да, говорит про менталитет, но в том числе и не в нашем менталитете сейчас драться друг с другом, как бы, с отечественниками, с отечественниками. Как ты считаешь, это, ну, это, вот, есть в этом что-то плохое, когда Россия, это же, ну, по сути, просто спорт, или все-таки есть что-то такое, что мешает, как бы, барьер? Я думаю, что плохого ничего нету, скорее всего. Но здесь, наверное, это личное дело каждого. В личном мнении хотелось бы просто портить отношения, потому что отношения, они все равно могут потеряться из-за здоровой конкуренции, да, и ты будешь на своих товарищей уже смотреть не как на товарища, как уже на потенциальных конкурентов. И где-то все равно немножко отдали друг от друга бойцов, в том плане, что до этого могли тренироваться вместе и так далее. Ну, конкретно с Алексеем я в очень хороших отношениях, не только с ним, с его семьей. У меня жена тоже общается, как бы, с их семьей, когда видимся. Поэтому тут очень мало вероятен такой поединок. Нет, плохого ничего нет, но у нас немного некоторые вещи воспринимаются не совсем правильно в стране. Вот. Я дрался с массой ребят, с массой россиян в своей жизни. Наверное, у меня боёв 40-50 есть с россиянами. И в ММА я имею в виду и взять боевой самбо. Ну, там, не знаю, может даже 70 боёв. И я с большинством ребят, там, с подавляющим большинством в очень хороших отношениях. Дружу, там, пожимаем руки друг другу и так далее. Может быть, на связи какой-то, на телефонной ещё какой-то. Желаем всего хорошего друг другу. Нет никакой неприязни, злобы, вражды или ещё чего-то. Ну, просто как раз в рейтингах UFC, если брать, да, тяжелый вес, то сразу трое человек в топ-15 ходят. Это, наверное, самое большое представительство среди всех дивизионов. Я имею в виду Абдурахимов, Олейник, это и получается. И вот у меня, например, есть такая теория, что в следующем году всё-таки каким-то образом это попробуют сделать. И если это сделают, то логичнее это сделать в тяжелом весе. Потому что, ну, хотя бы есть, там, не знаю, есть за что драться. Возможно, попробуют. Посмотрим, что это выйдет. Потому что они предложат сумму, от которой никто из нас не сможет отказаться. А мы потом с кем-то из ребят посидим и ответим этот, как бы, наш поединок. Кто знает. Абдурахимов Абдурахимов Абдурахимов